Я думаю, я выражу общее ощущение, что мы очень рады братьям-гостям, которые нас посетили. Наша церковь вас очень любит, хотя Андрей сказал вчера, что мы любим друг друга, потому что плохо знаем, но я думаю, не поэтому. Вопросы поступило нам достаточно много, я думаю, мы будем работать в таком режиме. Я хотел бы, чтобы здесь был диалог, я задаю вопрос, у кого на сердце есть ответ, можно отвечать, можно задавать друг другу, уточнять что-то. Когда мы истощили запас, мы двигаемся ко второму вопросу и так далее. Значит, конференция, если я буду видеть, что запас не истощается, то мы будем перекрывать краник. Обычно, когда идет конференция, звучат проповеди от разных братьев, разные братья по-разному освещают или смотрят на один и тот же вопрос. В данном случае это церковь. И поэтому каждый акцентирует в зависимости от темы, которая ему была дана, или текст, что-то особое. И иногда хочется в такой сессии вопросов и ответов суммировать некоторые вещи. Поэтому, братья, давайте мы с такого вопроса начнем. Когда мы говорим о церкви, мы подходим к самым, наверное, глубинным вопросам, которыми может задаваться человек. И вот начнем с такого вопроса. Одними или двумя предложениями. Для чего Бог сотворил все, что Он сотворил? Потому что мы, слушая даже проповеди, слышали разные нюансы. Это не противоречащие друг другу ответы, но какие-то акценты. Читая разные книги, мы слышим, Бог сотворил все для себя, для своего сына. Речь идет о церкви. Вот как вы понимаете, для чего Бог сотворил все, что Он сотворил? Его цель. Я как самый молодой начну, а потом мудрость будет говорить. Был период времени, когда я много об этом думал. Был период времени, который много поменял позднее, что в моей жизни, в моей мышлении. И вот этот вопрос, который ты задавал, он мне звучал чуть по-другому. Когда я смотрел на грехопадение Адама и Евы, я спрашивал себя, знал ли Бог, что они впадут в грех? Я, естественно, знал, потому что если он не знал, он не всезнающий тогда. А если он знал, он видел весь кошмар, который принесет с собой грех. Все последствия веками, которые продолжаются. И тогда я задавал себе вопрос, зачем он все это сотворил тогда? Он знал, но зачем сотворил? Это как бы с этой стороны в моей жизни преломлялся этот вопрос. Я не знаю, много лет, много лет не мог найти ответ. Такой поиск в моей христианской жизни был. Ходил, благовествовал в тюрьме, в онкологии, где мы были. И мне часто люди такой вопрос задавали. Я как-то отвечал, но где-то не мог найти в своем сердце ответа на него. Но потом действительно, читая Священное Писание, я видел, что очень много, что говорит Священное Писание. Он говорит о том, что все в этом мире сотворено для того, чтобы явить славу Божию. Бог восхотел явить, и Он прославляет свою благодать спасенных, когда Он собирает людей, которые Он дал Сыну, которых Сын искупил. И Бог прославится, Его справедливость прославится в аду, в тех, кто отверг Евангелие. И поэтому все, о чем мы говорим сегодня, это то, что Бог являет свою славу в избранных и в погибающих, это все о Нем. Поэтому, если просто, все о Нем и для Его славы. Хорошо. Еще братья. По хвалу славы Его благодати, вот именно вот это, если бы не грехопадение, нет возможности явить благодать, и благодать не стала бы известна, и то, что принадлежит Богу Ему одному, и никто не мог изобрести другой, не могло бы открыться творению Его благодать. Это самое величайшее, что в Нем есть, в нашем Боге. Это то, что действительно сделано на небесах, и никто догадаться не мог, что может быть явлена благодать, и что это такое. Вот. И в чем преимущество этого, что, смотрите, Бог имеет дело с Адамом, это его ребенок, он его создал, но он нерожденный. Преимущество искупленных в том, что они рождены, чтобы быть частью его семьи. Вот искупление, Христа жертва, его благодать, слава этой благодати, славу самого Господа, для того, чтобы мы стали украинскую мову домашней для Бога. В халате и в тапочках в его доме. Хорошо. Здесь просто еще вот я добавляю к... Или пояснение, может быть, чтобы прозвучало еще в ответах. Церковь Иисуса Христа – это конечная цель была, или это средство к достижению Божьей славы? Вот. И вот здесь очень важна для меня часть, чтобы мы вкусили ее и насладились ею до такой степени, что мы сами хотим быть частью вот этого процесса. Я вот даже сегодня, слушая первую-вторую проповедь, это имеет очень большой исцеляющий эффект на наше сердце, наше сердце, когда мы встречаемся и ощущаем грандиозность Бога. в его участие в мелочах и его контроль над всем глобальным, что происходит. И вдруг ты начинаешь понимать, что ты удостоился от него стать частью этого славного, удивительного процесса. И тебя это подхватывает. Тебе хочется не только жить, тебе хочется вечно жить. Я завтра буду проповедовать. Одна иллюстрация центральная из моей завтрашней проповеди, которая помогает мне понять. Возьмите хорошего скрипача. Вот. Вы можете себе представить скрипача, который... Ему уже нет возможности улучшить его искусство, его способности. Вот. Его слава будет видна только в исполнении не менее качественного, высококлассного произведения. То есть, когда мы говорим о скрипаче, смысл... Если он без скрипки, он просто мужик. Он просто человек. Вот когда скрипка в его руках, и когда хорошее, высококлассно написанное произведение, и когда он играет, вот в этот момент раскрывается величие этого скрипача. Теперь, если мы посмотрим на весь смысл создания, несколько уровней. Слава Божия реализуется в самом гигантском шедевре, который когда-либо существовал в бытии. Это церковь. То есть, Богу славу нельзя добавить, но он ее раскрывает в церкви. Теперь, еще это первый уровень. Слава Божия реализуемая через церковь. Теперь, если мы еще на один уровень ниже спустимся, здесь мы найдем процесс спасения души созидания церкви. Вот для чего Бог сотворил мир? И ты можешь сказать, для своей славы, для церкви, для спасения души созидания церкви, и ты можешь еще на один уровень ниже спуститься. Вот здесь это вся вселенная, которая служит лесами. Для того, чтобы все это было. То есть, в этой иллюстрации, которую вы провели, церковь – это произведение? Это произведение. Хорошо? Да. Ну и средства выражения тоже его проводят. Интересно, в книжке. Не слышно, братья? Да. Это не микрофон, не проблема, это у меня. Он создал мир из избытка своей любви. И интересно, что переполненность Бога из любовь, Он из себя изливает любовь. Он мир создал, потому что в нем это преизбытывающаяся любовь, которую мы хотим выразить у нас. Вспомните Христа молитва в 17 главе Иоанна, когда Он просил Господи, пусть они пребудут в моей любви. Пусть они эту любовь, которую ты ко мне пережил. Он нас в эту любовь погружает. В книжке «Насложение Троицы» очень интересно, автор Ривз описывает полноту Троицы, очень красиво показывает. Я когда прочитал, братья, удивился от того, что, думаю, многие христиане реальности верят в Аллаха, избегая размышления о Троице, не понимая сущности про Троице. Мы больше можем Аллахом его представлять, христианским Аллахом, который на троне, все ради себя, но мы не понимаем этой другой части Божьей природы. В нем гармоничная страсть. Каждый другу служит. И Он создал нас, чтобы мы эту любовь переживали. Говоря в контексте церкви, я думаю, что церковь – это цель и средство, где Бог выражается у любовь. И помните, интересно, книга «Откровение» в конце написана, что все, кто попали в небеса, они эту песню поют. Достоин ты, агнец. А вот мы знаем, что спасение по благодати от Христа, но попав туда, они ясно эту любовь ощутили, осознавая. Единственная причина, почему в небесах кровь сына. Вот в небесах – это будет место, где будем сидеть на полной мере, в избытке наслаждаться, будем счастливой любви. Он избрал нас эту любовь переживать. Сейчас пока верой, а в дальнейшем по-настоящему. Вот почему создание тела в любви – это элемент осознания, принятие этой любви во Христе, который Бог нам дает, чтобы мы, переживая ее, сегодня эту славу переживая, отдавали друг другу. Мы делились этой славой. Можно одну мысль. Когда в моей жизни Бог отзарил эту мысль, я увидел ее в Писании, о том, что Он все соделал ради себя. И есть масса текстов, к примеру, в Исаии, помните, он говорит, не ради вас, ради себя я все это сделал, и ради себя хранил. У меня в какой-то момент возникло внутри такое некое напряжение. Почему я где-то не совсем правильно воспринимал вот эту природу Бога, и не совсем правильно это понимал. Просто когда нам запрещено делать ради себя, нам запрещено себя славить. И поэтому, когда мы слышим, что кто-то себя славит, для нас это воспринимается сразу, ну, как что-то грешное. И вот когда я услышал о том, что Бог, Он сделал все, чтобы себя прославить, для моей головы это звучало, как некий такой Бог-эгоист, который вот просто ради себя все крутится, и для себя все это делает. И вызвало какое-то напряжение. Но потом, опять же, читая, размышляя тексты Священного Писания, я понял, что я не совсем прав, вернее, я абсолютно не прав был в этом смысле. Смотрите, вот когда мы себя прославляем здесь на земле, когда мы ищем славы своей, почему это грех? Да потому что в этом мире есть личность, которая бесконечно выше нас. И когда мы славим себя, мы занимаемся тщеславием. Не мы достойны славы, а Он достоин славы. Это относится ко всему творению. Но это не относится к Богу. Потому что выше Бога нет никого. И когда Бог прославляет себя, Он говорит правду. В этом Он отличается от нас. Он говорит правду, Он возвещает истину. Это одна мысль. А еще одна мысль. Он возвещает истину, которая может сделать нас счастливыми. Потому что если мы не видим славного Бога и не живем для настоящей славы, мы обречены искать славы в том, что не славно на самом деле. Искать всю жизнь, находить это и возвращаться с пустыми руками. Он только славит. Поэтому Он мог это сделать, и слава Ему за то, что Он это сделал, Он возвращает нас в реальность, чтобы мы увидели, что славно, и жили в этой славе, наслаждались этой славой, отражали эту славу и проповедовали эту славу. Хорошо, спасибо. Теперь такой вопрос. Для чего существует церковь на земле? Опять, мы можем говорить с разных сторон. Есть Бог и церковь, есть люди внутри церкви, есть люди за пределами церкви. И ответ на этот вопрос, для чего существует церковь на земле, каким-то образом касается всех этих трех сторон, как минимум. Как бы Вы суммировали миссию церкви здесь на земле? Я думаю, то, что писано по Тимофею, помните, что церковь и стол в движении истины. Мы делаем истину видимой. Ее предназначение мы делаем Бога видимой. Мы делаем благодать видимой. Вот то, что не в силах... Мы делаем сверхъестественное, понятным, естественным, верой, быванием, жизнью. Наше дело, по сути, явить Христа. И это касается нашего поклонения и нашей проповеди и всего остального. Наши главные призывы, то невидимое царство, явить собственной жизнью, нашей радости, нашим счастьем, нашим характером счастливым, нашим умением любить других людей и неприятных людей. И являть им то, что мы сами переживаем. Благодать, которую мы не заслуживаем. Да, но это тянет все равно за свой вопрос. Для чего? То есть явить для чего? Ну, если коснуться первого, скажем, такого аспекта этого вопроса, в плане таком вертикальном измерении, и мы опять повторяем эту фразу, мы для его славы существуем, как это в практическом преломлении больше. Мы повторяем это слово, оно уже стоит привычным, что мы поклонники, и мы созданы для поклонения. Но в условиях, в которых мы живем сейчас на земле после грехопадения, это приобретает особенную цену. Вот я над чем размышляю? Вот та же ситуация с Ио. Или, например, Давид пишет в своих псалмах, несколько раз встречаются эти слова, «Господи, если я умру, кто будет в могиле славить Тебя?» Ну, кажется, что же это за убеждение, что ты расслабься, Давид. Вечность есть, ты же знаешь, и в других псалмах о вечности говоришь. Почему так стоит вопрос? Кто в могиле будет славить? И вот, насколько я могу понять это, что вот именно в условиях вот такого дьявольского сопротивления на земле, где существует церковь, где верующим людям нужно преодолевать вот этого личного врага, который в нас живет. И дьявол еще вот здесь, в этом мире, и мир сам привлекает. И вопреки всего этого, вопреки того, что природа хочет славы себе, что мир хочет славы себе и преклонения перед ним, у дьявола свои цели подобные, он хочет, чтобы его славили и за ним шли. И вот вопреки всем этим врагам и всем этим препятствиям, божьи люди, имеющие внутри вот это семя Христа, способны прорываться через это и поклоняться великому Богу. И вот тот спор Бога с дьяволом за жизнь Иова, о чем он? Он же об этом. Кому он будет поклоняться, когда заберешь у него, когда чего-то лишишь, когда он ничего не будет иметь. И вот в этом слава Божия проявилась в жизни Иова, что невзирая на все, что он пережил, он не перестает тянуться к Богу. Пусть это через боль, через слезы, через страдания, через разочарование, но голова падает в сторону Бога, а не от Него. И вот это особенно ценно в жизни верующих людей, даже в самых невероятных условиях. Вот та же Северная Корея, которую я упоминал, Господи, для чего? Вот это, наверное, особенно ценно, когда под таким натиском, когда встречают такую жестокость и поклоняются тому, кто есть их Богом и Спасителем. Это невероятная слава, наверное, мы это поймем больше на небесах. Я пару слов добавлю к тому, что Тарас Николаевич сказал. 1 Петра, 2 глава, 9 стих очень подробно говорит нам о том, к чему Господь нас призвал, чтобы излучать Его совершенство, провозглашать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И это дает два практических эффекта. В принципе, если мы посмотрим на другую иллюстрацию, это лоза, ветвь, плод. И плод, если вы читаете там же в 15 главе немножко раньше, сразу же Христос говорит «Все радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». То есть этот плод дает, а это плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение и так далее, он дает глубокую удовлетворенность в душе, то, чего ищет каждый человек, но чего не может получить ни в чем другом, как только в жизни Христом. Вот это Христос может произвести. И второй аспект плода – это другие души спасенные. Со спасенной души Павел говорит «Я хочу приехать к вам, чтобы и у вас иметь плод». И в этом смысле он имеет в виду не плод в себе самом, а плод спасенных душ. То есть для чего церковь существует? Для того, чтобы явить Христа людям, для того, чтобы через это это были самые счастливые люди, христиане, и для того, чтобы через это другие люди могли узнать о Христе и стать такими же. Хорошо. Хорошо. Ну тогда, братья, такой вопрос. Когда вы оцениваете, вот вы все пастора в церквях, когда вы оцениваете свою поместную церковь и отвечаете на вопрос, наша поместная церковь выполняет ли свое предназначение на земле? То есть, скажем так, вот прозвучало, да, две мысли, что мы, восхищаясь Богом, отражаем Его славу в созидании душ внутри церкви и для спасения людей за пределами церкви. То есть ли какие-то вещи, где вы оцениваете жизнь ваших церквей и своей личной, где вы видите, что вот этот баланс не соблюдается или его нет? То есть есть ли какие-то параметры, по которым вы оцениваете, что я в своей жизни соблюдаю эту динамику, она работает, и это есть и в жизни наших поместных церквей? Каким образом вы оцениваете, выполняет ли церковь предназначение на земле? Есть два крыла у самолета. У церковного самолета и библейского. Первое – это ученичество, здоровое учение, которое формирует в людях их веру, их радость и счастье. Второе крыло – это благовестие миссионерства. Это два крыла одного самолета. Хотя бы одно из них короче. Если мы занимаемся влезом миссионерства, в ущерб глубокому пониманию Бога, богословия, учения, мы воспитываем поверхностных глушитов. Если мы фокусируемся на хорошем ученичестве и занимаемся здорово, учения преподаем, но мы хромаем в плане евгелизма и миссионерства, этот самолет тоже пойдет в пике. Мы должны смотреть явно существом две вещи, которые мы в церкви совершаем. Первое – это качество нами воспроизведенных учеников, в чем мы должны хотим учиться и расти, постоянно взращивать, динамично взращивать людей, взращивать тех, которые в конце концов выросшие пойдут или уйдут, или возьмутся ответственность в чем-то. И второе – это насколько мы действительно плодотворны в наших родах, как мы беспокоимся о людях неверующих, и что мы делаем, чтобы церковь шла в другие места, она беспокоилась не только о собственных стенах, мы не собирали ковчег, мы отправляли десант, чтобы в разных местах зажигали светильники и евангелие звучало. Я думаю, два этих критерия – ученчество и миссия, и проповедь – они являются двумя критериями оценки здоровья церкви. Причем, если можно добавить, я думаю, что к этим двумя критериям, двумя целям нужно стремиться сразу одновременно. Где-то у меня была такая ошибка, вот на мой взгляд эта ошибка была, я думал так, но чем надо учить людей, и вот настанет момент, когда они вот выучатся, когда они многие вещи поймут, и тогда они пойдут. И вот интересно, ты наблюдаешь, что ты учишь, 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 они не идут. И вообще, как бы, есть ли тот критерий, когда ты можешь сказать, вот он готов теперь. Мы, в общем-то, до этого никогда не дойдем. Конечно, человек должен понимать основные истины Писания, святость Бога, греховность человека, заместительную жертву Христа, необходимость покаяния, основы. Но вот интересно, я читаю Новый Завет, я вижу, что там люди уверовали, и они сразу благовествовали. Человек пришел, покаялся, Христос говорит, а теперь иди в свой дом и расскажи, что с тобой сделал Господь. Да он многие вещи еще вообще ничего не понял, он только основы какие-то понял. И на мой взгляд, вот это две вещи, которые мы должны стремиться постоянно. Правильно Саша сказал, и одну, и вторая, они очень важны, но где-то они должны быть постоянно. Возрастать в познании Христа, и второе, свидетельствовать о Христе. И то, и то нужно делать постоянно, и самому это делать в жизни, и церковь побуждать. Хорошо. Я думаю, скажу, когда мы шли дальше, я думаю, это братья, в нас, это не просто политика церкви, это позиция жизни каждого из нас. Конечно, люди, которые более склонны к евангелизму, и может проще в этом, кто-то больше склонен к учительству, нам нужно сознательно побуждать себя к тому, чтобы мы в себе это развивали сами. Потому что здоровье церкви стартует даже не в голове пастора, а то, насколько я, христианин, понимаю свое призвание, эти вещи в моей жизни совершать, стремиться к богопознанию, уподоблению Христу, и, с другой стороны, к поиску нервящих людей. По мере наших сил и возможностей мы признаны наступать своим страхом на горло, чтобы развивать те вещи, которые в нас слабы. Мы себя так должны оценивать. Я думаю, что не только касаясь вот этих вопросов, которые Саша поднял, благовестия и наставничеству или ученичеству уже внутри церкви, наверное, вопрос чуть шире в плане, довольны ли мы тем, что происходит в церкви или в нашей жизни и так дальше. Я думаю, что, наверное, даже неправильным будет успокоиться и быть довольным, пока мы на земле, и с учетом того, что... что такое церковь? Там разные люди с разным уровнем познания Бога, разного духовного возраста, и много-много чего там разного. Надо еще добавить, что в каждой церкви есть среди верующих неверующих или среди неверующих трошки верующих. Вот. Здесь много таких аспектов, и поэтому ну, успокоиться, наверное, неправильно и не получится. То же самое это касается и каждого лично. Нам, знаете бы, вот, читаем Писание и оттуда достаем тезисы и стараемся и преподать, и передать вот тезисно, скажем, истину, закрепить ее, вот это вот доктринальное провозглашение того или другого. И, к сожалению, мы сами так и воспринимаем. Вот это библейский стандарт и вот так должно быть. Потом это в какой-то степени меня самого угнетает, потому что я не везде вижу соответствия. Что мне помогает в данной ситуации? Вы знаете, книга Библия писалась в восточной культуре и весть передавалась чаще всего в истории. Вот и много библейских историй они отражают следующее. как вот та или другая провозглашенная нами доктрина или какой-то тезис как отражается в динамике жизни отдельных верующих. И для меня очень показательный пример того же Авраама, он очень показателен, потому что это наш отец по вере. Вот. И как, какая динамика была его жизнь? Как Господь вот призвал и что происходит? И сколько таких, ну, тяжелых падений и отступлений в его жизни было, для того, чтобы впоследствии, пройдя через все эти испытания, пройдя вот эти этапы его возрастания, был вот тот славный момент в его жизни, когда вот Исаака надо было в жертву принести. И вот там очень потрясающий такой момент, когда они пришли к этой горе и он обращается к этим отракам, которые должны были за ослом посмотреть, вот, и он говорит, пойдем, поклонимся и возвратимся. Вот, учитывая ту всю борьбу, через которую он прошел за этих три дня, ну, представьте себе, вея, Бог взял, забрал всех детей и все, а теперь что-то с этим делай, а этому говорит, вот этого единственного, с которым связано все твое прошлое и с которым связаны все будущие обещания, все твои надежды и вся твоя история, его единственного любимого возьми и принеси сам в жертву. И вот представьте себе, он услышал, что это была за ночь бессонная, что это был за путь три дня рядом с тем, кого зарежет через несколько дней своей рукой. И вот на финише он приходит к этой точке «Пойдем, поклонимся и возвратимся». Вот ради этого момента одного, вот это Божья слава. Вот ради того, нас Бог вот так часто ведет, знаете, спотыкаясь, где-то падая, что-то происходит, мы снова учимся, поднимаемся, идем, для того, чтобы в один славный момент, вот так Бога прославить. Хорошо. Рома, какой вопрос был? Я уже сам забыл, я листаю вопрос, но я задам вопрос сейчас, который отталкивается. Андрей предвосхитил немножко следующий вопрос, касающийся, должна ли быть последовательность, то есть созидаем церковь, потом евангелизм, потом миссия. Вот до миссии сейчас вопрос, касательно миссии, насаждения новых церквей, посланий миссионеров. Как, братья, вы понимаете, можно примирить великое поручение, которое Христос дал, и Божье провидение, что Бог правит миром. Что я имею в виду? Означает ли, что мы должны занять активную позицию, то есть инициатива должна быть от нас идти, или же Божье провидение означает, что мы должны ждать, пока Бог нам откроет дверь в миссионерство, в насаждение новых церквей? Отсюда еще несколько связанных с этим вопросом. Если мы идем по пути инициативы, это должна быть инициатива от служителей сверху, или от членов церкви снизу, когда находится щег, у которого горит это сердце. И здесь же еще такой вопрос, если, скажем, я простой член церкви, обязывает ли меня, великое поручение, периодически задаваться этим вопросом, Господи, а должен ли я покинуть свою поместную церковь, куда-то переехать? То есть, вот из этого вороха вопросов, примерно, они все в одном русле. Я коротко на начальную часть вопроса. Должны ли мы ждать, когда Бог откроет дверь? Я думаю, что должны ли, мы должны ждать, когда Он закроет. Она открыта. Поэтому здесь скорее нужно ждать. И так Павел, помните, закрыл Бог дверь. Он шел туда, его сердце было там, где еще не слышали, где еще не было славы Божьей, где она была неизвестна. И он хочет туда идти, Господь закрывает. Вот таких моментов можно и нужно ждать, иногда Бог это делает. А мне кажется, открыта дверь широко, как никогда, и много противников. Деония 13 глава. У меня просто чего он там не сидел из Питера? Куча работы. 500 тысяч город Антиохия. Работы вот так. Нет, они себе молятся в Господе дай нам понятие воли Твоей. Я думаю, что это святое беспокойство и трепет понимания миссии. Он должен постоянно вше сердце теребить. Он не должен... Понятно, что есть свои приливы отливы. Есть сметы, где люди вырастают, мы их посылаем, но заметьте, они молились и Дух Божий сказал, отделите мне в Арнаму и сам, отдать им лучше. Но интересно это в месте, когда текст проповедовал, так он впечатлил вот этот момент активного поиска Божьего лица. Я думаю, что стоит, чтобы служители церкви, да и люди, рядовые члены церкви, все, дети Божьи, мы молились, Господи, в чем ты хочешь и видишь мою миссию. Мы однажды, помню, братья мы собрались и стали молиться, как мы на город влияем, анализ делать, что мы хотим делать. Я помню, что этот анализ и это недовольство тем, как мы на город влияем, побудил нас о многих решениях, о многих планах. И Бог дал нам разные хорошие идеи, что можем делать, чтобы влиять. Мы имеем повеление, которое нас обязывает к инициативе. Мы имеем приказ у того, в чьих руках власть не вам и землей. И Христос сегодня на престоле царствует, славы, царствует. И это значит, что великое поручение и деяния Духовства продолжаются. Мы живем в век сегодня, день чудес. Сегодня время, когда нужно нам бояться закиснуть, понимать, времени мало. Есть наша ответственность искать Божьего лица, просить у Него дерзновения. Мне понравилась фраза, которую сказал один из историков. В первом и втором столетии царство небесное распространялось путем купцов, торговцев, и простых людей. Не было ярких персон, личностей. Вот Тарасик Клачев на текст цитировал, киринейцы и киприяне, которые пришли в Антиохию, да, в Кипре не было нормальных церквей. В Кирине тоже особо там похоже. Но это люди, которые пришли в Антиохию и медвигала миссионерская мечта, а потом Павел обратно возвращается уже с Варнавой, Кипр там дальше проповедует. Это влечение, это динамика, которая, естественно, вытекает из сердца Божьего. Нас должна побуждать каждого верующего думать о том, как я могу свою жизнь вложить в миссионерство. Потому думаю, что у нас один брат в церкви есть. Он говорит, братья, в церковном совете, когда мы обобьем церкви мягкой тканью, Игорь Петрович, забудь. Как только мы обобьем мягкой тканью и этим параллоном, нам куда-нибудь захочется идти. Это, может быть, друзья, образный пример, но вы знаете, нам всем хочется бить под собой кресло параллона в нашей личной жизни. Я думаю, что Христос дал повеление, и мы должны в этом деле быть инициативными. Мы должны внимательно быть, чтобы в унисон идти вместе с ним. Он своих слов и решений, похоже, не изменил. Я хочу пару слов добавить к тому, что Саша сказал, очень точное выражение, на мой взгляд, активно искать лица Божьего. Думаю, что вот это, наверное, главная часть, и я хочу еще немножко вернуться к твоей проповеди сегодняшней, очень точно и очень глубоко в том, что, по сути дела, мы ничего не можем дать миру, кроме Христа. И причина, почему мы мало евангелизируем, и мы мало идем, заключается в том, что мы мало знаем Христа, и мы мало живем, что мы не понимаем его сердце, которое влечет к тому, чтобы достигать мир. И вот здесь, вот здесь, мне кажется, центральная проблема в том, чтобы, ну, наверное, это каждому из нас, самого себя, и, конечно же, церковь, говоря о нашей церкви, ты говорил, в чем оценка церкви. Я думаю, что это одна из самых больших проблем, одна из самых острых точек, требующих внимания, в том, чтобы жизнь Христом была реальной, чтобы мы искали Божьего лица, чтобы эта реальная Христова жизнь наполняла каждого из нас, и чтобы она могла влечь нас к тому, чтобы жить для Него. И это, это в разных формах. Меня удивляет один фактор, который мы иногда здесь делаем на семейных собраниях, и люди делятся, говорят о том, как они делятся евангелием. Вот много людей говорят о Христе. И вот поощрять это, и сделать это нормой, и сделать это не просто, не просто, вот у нас есть музыкальное служение, дьяконское служение, евангелизационное служение, а чтобы это было вот outburst of your inner life. Мне за несколько недель Бог подарил удивительную возможность. Я мог засвидетельствовать одному мусульманину, одной одержимой женщине лет 65, Катерина ее зовут, американка, двум мормонам. И имел возможность, мы там с Николаем были во Флориде, чуть один еврей там пристал, хотел, чтобы мы уже его крестили. И одному готовнику. Помимо других возможностей, но я вот смотрю, пять очень разных людей. Я говорил о Христе не тогда, когда мне было хорошо. Но когда я поговорил о Христе, мне было так хорошо. Я помню, с этим мусульманином мы начали говорить, и я увидел, но мы соприкоснулись, он мне рассказал, кстати, за Аллаха. Я его просто попросил, расскажи мне, что. Вообще, это было в самолете, я услышал, что он там что-то поет. Я его так, ну, он не должен вообще-то с нами был сидеть, потому что там social destiny якобы должно быть. Но Бог его, я так увидел, Бог, то, о чем ты говорил, Божий замысел, Бог его садит возле меня. Я говорю, тебе что, нравится петь? Он говорит, о, но. Я говорю, а что делаешь? Он говорит, молитву говорю. Я говорю, кому молишься? И он начал рассказывать, кому молиться. Я говорю, а откуда ты взял? Ну, он говорит, моя Библия, Куран. Я говорю, ты можешь мне рассказать, что Библия говорит, за Аллаха. И у нас взялся очень интересный разговор. Он мне начал полностью свое богословие. Очень похоже на наше, кстати. Аллах, Творец, единственный, святой, даже может прощать. Ну, мы дошли до той точки, говорю, вот, если ты сделал, он говорит, очень много добрых дел там надо делать, все остальное. Сейчас, не время перечислять. Интересный разговор. Я смотрю, я чувствую себя, как вот, Христос там с Самарянкой разговаривает. И были моменты, когда я не знаю, что. Я просто говорю, Господи, давай, что, у меня нет связи, прямой, но все равно, мне нужна твоя помощь. Был момент, когда он, вот сам он рассказывал, рассказывал, я ему показал, что, ну, в такого Аллаха, какого ты веришь, я ему, в принципе, задавал один вопрос, что если ты сделал плохое, он сказал, что Аллах умеет прощать, кстати, тоже. Говорю, что если ты сделал плохое, и умер сразу, и не успел попросить прощения. Что тогда? Он пытался уйти от ответа, но на третий раз он сказал, пойдет в огонь. Я говорю, я не хочу верить в Аллаха. Интересно, что в этот момент он замолчал, я замолчал, я думаю, как мы дальше пойдем в разговор? Он такой поворачивался ко мне, а ты в кого веришь? Я ему говорю, я верю в Иса. В Коране говорится об Иса. Я понял, что сейчас возможность. Он мне очень много рассказал за Иса, что это неправда, туда-сюда, что Иса не страдал, и так далее. Я говорю, дай мне одну минуту, я тебе расскажу об Иса. Я за полторы минуты рассказал ему о Христе. Я помню, друзья, что я летел быстрее, чем этот самолет. И первый человек, кто был, это была моя жена, и потом мои дети, и потом мои друзья, которые заходили. Я не мог наговориться об этом, но еще интересно было, я видел, как зажигались глаза у моей жены, у моих детей, и у тех людей, которые заходили ко мне. Мне интересно, что мне даже не хотелось о себе говорить, сколько то, что даже если, ну, я помню, когда Бахмутский, по-моему, в этом сказал, когда кому-то там плохо, сомневается в христианстве, говорит, как ты говоришь, когда последний раз говорил о Христе кому-то. Я удивился, друзья, когда мы встаем, почему, Рома, ты так хорошо выбрал эти ответы, вернее, вопросы, зачем Бог сотворил все, зачем Бог дал церковь, что Он делает через церковь, и эти все вопросы, они бьют в одну точку, они создали у нас фундамент, если сегодняшний день и моя вся ситуация данной для меня любящим Богом, который меня спас, я хочу сегодня, Господи, если дашь мне хотя бы одного, ему расскажут. И что вы думаете, прохожу недавно, у нас поселились мексиканцы, года два назад, мы сначала с семьей молились о том, чтобы дать возможность, Господи, дай нам возможность им засвидетельствовать, а эти мексиканцы на больших машинах с большой музыкой так подъезжают, в гараж прячутся и закрывают дверь. Их там много, непонятно, сколько живет, но много, и все не знают, от чего они прячутся. И я недавно иду с женой, прогулка была, а я смотрю, идет на костылях один из этих мексиканцев, думаю, наконец-то, Бог его костыли отдал, чтобы он не удрал. Я к нему подхожу, говорю, как тебе, а он где-то возраста одного из моих сыновей, говорю, как тебя зовут, Энди, говорю, а что случилось? И у нас завязался разговор, у нас завязался разговор, и я ему говорю о Христе, я говорю, я буду за тебя молиться. И я просто увидел, Господь просто настолько благ, все остальное, дом, даже эти служения, церковь, все на самом месте, только вдруг появляется ощущение смысла жизни. Но почему я отвечаю, думаю, что это ответ на твой вопрос? Это идет от каждого христианина, в первую очередь, от апостолов, евангелистов, пастыров, учили. Если Христос стал моим сокровищем, и по-свежему сегодня открывается мне, через Писание, я просто буду, у меня ноги, я на костыля с меня буду идти, я найду эту возможность, если не найду, он ее даст. Лишь бы мы только просили, лишь бы я только попросил, Господи, пошли мне сюда. Хотя мусульманина послал не тогда, когда я его просил, потому что я хотел дома. Успокоиться от всего она умеет. Садится рядом, значит, что-то мыкает. Я спрашиваю у него, что и у нас. Просто я вижу, я вижу Христос, и я вспомнил, вот о чем подумал. Тарас Николаевич проповедовал, первый твой пункт, Божий замысел, я просто вспомнил, я просто так подумал, месяц назад, этот человек, в Балтимор, он живет в Балтимор, там учится на медика, этот человек, сам в Сефиопии, жену видел в последний раз шесть лет, вернее, шесть месяцев назад, там он назад, любит ее, говорит, верно ей, но работает в этом самом, и говорит, вернее, я подумал, месяц назад этот человек покупал билет, пока он покупал билет, люди, которые продавали ему этот билет онлайн, они запаковали ему, и это место поставили люди, но Бог этим руководил, и привел этого человека ко мне. Я подумал, есть ли из таких людей, а у этого человека тринадцать сестер и один брат, ну и там, вся остальная родня, и я подумал, если он, допустим, был бы здесь, я бы его позвал бы на Бабельство, и он бы пришел бы, я начал мечтать и молиться об этом, он бы пришел бы, потом тринадцать его сестер, потом эти мужья этих сестер, потом родители, я просто подумал, а что если, почему мы не можем молиться, мечтать об этом, чтобы таких людей Господь привел, чтобы он спас, не просто в церкви привел, чтобы он их спас, чтобы они пошли говорить, я подумал, окей, если не здесь, он поедет обратно в Эфиопию, и там в своем кишлаке, он расскажет об Иисусе Христе, а потом еще пройдет время, и мы однажды с ним встретимся в небесах, и он расскажет, он расскажет, помнишь, Southwest, 747, «Братья, поделюсь, у меня впервые в жизни, я испытал большое сожаление, что не знаю книгского языка, я летел в самолете, уже когда сел Дельфи летел сюда, на конференцию, интересно, и вот я лечу, братья, два человека туглетно, серьезно, ну, эти все лампочки зажглись, там, они уж так все так заерзали, вот я сел, думаю, господи, будет падать самолет, я поднял наверх весь свой английский язык, в перемешку с немецким, я продумывал, что я буду говорить им, как буду, ну, господи, пусть уж не падает самолет, я такого наговорю им, просто бедно, они, ну, я просто испугаю больше, чем ободрю этот мир, но я думаю, знаете, у нас одна жизнь, и так хочется максимально, когда Бог, кого-то посылает на пути нам, или в нужной ситуации, чтобы мы не забыли, зачем мы здесь, мы помнили самое главное, этот момент, нам нужно проломать свой страх, что просто, вот мы живем в Бермудском треугольнике, церковь, дом, работа, церковь, дом, работа, нет, 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 у нас есть квадрат, это не малейший квадрат, есть мир, которому даже заприкасаться, постоянно, на работе, в магазинах, в моллах, когда я ловлю наших людей, я спрошу, откуда вы, первым делом, с кем я знакомлюсь, а уходите ли вы в цепь, знаете ли вы о Христе, здесь в Штатах, ну, я не знаю английского языка местного, но пытаюсь хоть так нашли, потому что, друзья, это уникальное Богом, посылаемое, Его проведение возможностей, в нашу жизнь, которые нельзя выпускать. Я буквально до нашей встречи позвонил мне твой знакомый врач с Украины, ну, мы с ним говорим, он рассказывает, два врача, которые смотрели мою ситуацию, сказали, что они не будут браться, потому что очень сложно, хоть это не злокачественная опухоль, но в очень плохом месте, и если она еще чуть-чуть вырастет, она передает, в принципе, все сообщение между головой и телом, и он мне говорит, ну, мы с ним разговариваем, я слышу, он рассказывает мне, я говорю, что Калинский здесь, мы тоже здесь, у нас конференция, мы церквями дружим, он немножко так, смотрю, узнает, говорит, а, я, говорит, построил, кстати, очень известный врач, врач года, говорит, я построил даже церковь в Киеве, даже сам, там этот самый Владимир, священник там приходил, освящал вместе с ним, и я смотрю, друзья, мне хочется уже поехать в Украину, там не операцию делать, а с этим врачом поговорить, я вижу, завязываются отношения совершенно, и потом я подумал, я пока сюда шел, думаю, вот почему тот камешек там сидит, может быть, может быть, Господь использует вот наши все моменты, ситуации, чтобы даже, даже провалы наши, даже ошибки Авраама, о котором ты говорил сегодня, даже ошибки Авраама, он использовал для того, чтобы прославить свое имя, хорошо, братья, я хотел бы теперь, чтобы мы поговорили немножко о жизни христианина и церкви, вот, тоже об этом проповедовалось много за последние, вчера и сегодня, Андрей вчера, когда проповедовал, сказал такую фразу, церковь превратилась в довесок для многих христиан, в связи с этим, вот я зачитаю несколько вопросов, и вы, они все примерно в одном русле, какова роль поместной церкви в жизни христианина, жизнь христианина должна быть богоцентричной, мы все с этим согласны, но означает ли это, что она должна быть церковоцентричной, пояснение, не является ли церковь всего лишь одним из элементов жизни христианина, так же, как и семья, и работа, и когда мы говорим, например, фразу, самое ценное, чем может заниматься человек на земле, это созидание церкви, можем ли мы библейски обосновать эту фразу, например, Бог повелевает созидать церковь, но этот же Бог повелевает работать и любить семью, то есть проводить с ней время, означает ли это, что человек, который, например, работает в 8 утра где-нибудь на стройке или в 10, его должно мучить угрызение совести, что он 8 часов тратит зря своей жизни, потому что он мог бы вкладываться в созидание церкви, то есть, понимаете, да, примерно о чем идет вопрос, что богоцентричность и церковь, и центричность, не знаю, если есть такое слово, то есть, вот все вот эти вопросы. Это точно вопрос люди из-за вас задали? История об этом умалчивает. Ты не из пулемета, просто я сижу, думаю, вот это вопрос, вот это вопрос. Ну, они все в одном русле, просто я с разных сторон пытаюсь объяснить, что я имею в виду, что люди имеют в виду. Саша, ты думаешь, что он не людь? очень коротко, я думаю, что это один из, наверное, жизненно важных вопросов и очень ценных вопросов для молодых, особенно тех братьев, которые начинают жить за семью, за семью, за больцем. очень коротко, я думаю, это можно здесь позвать на помощь Лютера. Когда-то, я своими словами скажу, он задал вопрос, каким образом молоко оказалось на столе у проповедника. Молоко стоит, проповедник пьет, ну, он говорит за свое время, молоко в то время было особенно важным делом, не так как сегодня, но у человека, скажем, молоко и хлеб, как оно появилось на столе? И он начинает эту целую цепочку. Был тот, который купил корову, взращивал ее. Был тот, который пошел на базар и продал ее. Был тот, который купил ее и взращивал ее, начал доить. У доярки было посудина, которое было сделано кем-то. Эта посудина пришла таким-то образом к ней. Потом эта доярка надоила там бидон этого молока, она садится, берет лошадку, садится на это самое, и на повозку и везет это молоко на базар опять. На базаре приезжают опять люди, покупают и затем туда приходят это же. И, короче, целую цепочку он как показал и он говорит, на самом деле вот эта бутылка или литра молока, который у проповедника, она, в ней участвовали другие люди, которые также не менее значимы перед Богом в том, чтобы Евангелие прозвучало в церкви, в которую придут сегодня те же самые. И так далее. То есть, это удивительно. В его одной из работ, он говорил о священстве всех святых, и он показывает, что пастора работа очень важна, но все остальные люди, они даже и в церкви приходят для того, чтобы корова почувствовала, что ее дует христианка. Чтобы тот самолет, который нас летит, чтобы христианин лучше всех посадил под самолет. Чтобы трактор, который работает, чтобы он действительно работал. чтобы тот же самый дизель, которым заправляется этот трактор, чтобы он был сделан христианином. Чтобы в любом медицинском это же и есть соучастие во всем Божьем деле. Я, если можно, призву Пустого Павла помощь после Лютера. Помните, Павел говорит, что Бог, он молится, что мы познали силу, которую Бог из мертвых воскресил, силу, которую поднял Христа в небеса, и потом говорит, и вас, мертвых, туда же. Вот интересно, церковь это институт, поставленный Богом, воскрешенные люди, Духа Божия воскрешенная, поставленным выше всего во Христе Иисусе. Мы одно целое со Христом, мы одно целое с Богом. Вот вопрос отсюда вытекает. Является ли богоцентризм церклоцентризмом? Да. Церковь в Боге, мы во Христе. Мы не можем думать друг о друге, друзья, или о Боге в разрыве друг о друга. Мы одно целое, мы связаны навеки. Этот менталитет воскрешенных, он помогает нам на все смотреть духовными глазами. Мы сегодня до ногой в Ванкувере и в Украине другой ногой в небесах. Потому, друзья, наша приписка внутренняя, мужи небесные, все, что мы не делаем, корову доим, строим, дома поднимаем, кабинеты вешаем. Все, что мы не делаем, друзья, мы делаем для его славы. Мы утверждаем Царство Небесное через свой труд. Поэтому, воспринимая свою работу как духовное занятие, как возможность в Царство Небесное вложиться, как возможность этим Бога прославить. Мне нравится мыть посуду для Божьей славы, не для моей жены. Жена, она может не похвалить, а он стоит меть. Все, что мы делаем для его славы, друзья, оно все духовное. И вот этот мотив, который делает меня счастливым, самому делает меня счастливым, этот мотив, который помогает мне радоваться Богу, он уже является для Бога приятным. Это поклонение. Вся моя жизнь поклонение. Потому трудно разорвать наш богоцентризм, церковь центризма. Ну, предположим, человек работает, скажем, на стройке, может работать меньше и взять, предположим, домашнюю группу в церкви. Вы как пастор к нему приходите и говорите, он говорит, а я созидаю церковь, но когда с молотком. То есть, можем ли мы все равно провести разделение, что созидать церковь это не работа, которую я делаю 8 часов в день? Или это все косвенно, но все равно является созиданием церкви? Я думаю, что очень сложно на этот вопрос ответить, глядя просто так вот в одной плоскости. Вот, например, я согласен с Виталием, при этом вопрос к этой доярке, вот, славит ли она Бога вот там внутри, когда она этим занимается, и что она думает при этом о церкви в принципе? Или она, кроме коровы, вымя и молока, ничего не знает и не видит, и о Боге и о церкви понимаете, здесь это внутри где-то глубоко проходит, и вот каждый, кто там доит корову, где его сердце? Вот, вот там ответ, наверное, или кто на самолете летит, где его сердце? Вот, там, наверное, и ответ. И если церковь в сердце Бога, и если проповедь Евангелия, именно передача вести в сердце Бога, если это весть о спасении людей, и это в сердце Бога, то вопрос, там ли и наше сердце? При всем том, что мы летаем на самолетах, гоняем там мяч профессионально, или доем корову, вот, вот здесь вопрос. Поэтому однозначно вот так просто ответить сложно, но это высокое призвание служить Богу в церкви именно, и нам еще нужно помнить, мы говорим опять же о самолетах, коровах и о всех остальных, мы говорим о том, как жить здесь, но церковь имеет уникальное поручение, как приготовить людей умереть, и ни ферма, и все другие этой задачи не имеют, и никакие благотворительные мирские общества не имеют такой задачи, уникальная задача, которая стоит перед церковью, приготовить людей к смерти и к переходу в мир иной, вот, и здесь опасно, когда мы потеряем все, что можно потерять, все время отдадим на то, чтобы научить их, как во славу Божию коров доить, но так и не научимся готовить людей, как вечность перейти, и вот здесь нужен какой-то такой, видите, ну, опять, внутреннее водительство Духа Святого, когда нам приходится научиться правильно выбирать между хорошим и лучшим, между плохим и хорошим, там проще, а вот между хорошим и лучшим, вот там особенная чуткость нужна, влияние Святого Духа, его, чтобы он нас направлял, и если Господь действительно в центре нашего внимания, мы его любим, то церковь будет в центре нашего внимания, и вот эти задачи церкви, они тоже будут важны, и задача служителя, мы слышали сегодня, приготовить святых на дело служения, как подоить корову, или так на самолете, ну нет, все-таки церкви есть свои задачи, при этом мы не имеем права умолить все остальное, то если нас там человек поставил, то там мы представляем и Бога, и Христа, и Евангелие, и церковь. Алексей Алексеевич, Думаю, что уже практически все было сказано, обобщить можно только Колоссянам 3.17, все, что вы делаете, все, делайте во имя Господа Иисуса Христа, здесь включает в себя работу, семью, отдых, церковь, все, и вот то, что Тарас Николаевич сейчас говорит, если я живу свою жизнь для Господа Иисуса Христа, я тогда измеряю в каждой конкретной точке, прося Божье водительство, мне сегодня нужно больше работать или меньше во имя Господа Иисуса Христа. То, что я должен работать качественно, это однозначно, во имя Господа Иисуса Христа я только качественно могу работать, а в какой-то ситуации мне нужно, придется больше поработать, и это будет во имя Господа Иисуса Христа, потому что нужда есть, обстоятельства, начальник просит поработать больше, и я явлю ему свое христианство тем, что я на какой-то А в какой-то ситуации я возьму полставки, потому что у нее есть домашняя группа, и вот это честное хождение перед Христом каждого человека – это единственный измеритель. Другими словами, церковь должна помочь людям разных профессий увидеть Христа наибольшим сокровищем, и это сокровище определить ценностью или целую пирамиду ценностей. Я просто, к примеру, вы все, наверное, слышали о том, что мы планируем церковь во Флориде. Этот проект не отменился, мой диагноз этому никак не мешает, а может способствует как-то. Я дома вот говорю, мой сын, младший сын, он очень любит баскетбол. Вот я им говорю, мы туда едем не баскетбол. Он смотрит на меня, говорит, пап, может быть, ну я так читаю его в глазах, может быть, тогда я не поеду, потому что я начинаю понимать, я задаю этот вопрос, или я задаюсь этим вопросом, и в данном случае это мои сырые размышления, я не говорю это как стейтмент, а вот слушая братьев и нас всех, я пастор, допустим, да, я еду туда с определенной целью, и ради этой единственной цели, это для меня очень важно. Мне очень важно, чтобы моя семья была моей командой, чтобы они были частью всего, чтобы они были, знали видение, чтобы они все. И я потом смотрю, окей, правильно ли будет мне сейчас вот брать и переделывать своего хлопца? Или я могу сказать, смотри, у тебя там уже есть один друг, вы знаете его, Марк Лостровский, тоже баскетболист заявленный, твой родственник. Я говорю, смотрите, вы вдвоем, вот вам книжка, я буду вместе с вами читать. Я хочу, чтобы вы, как только мы приедем, чтобы вы собрали всех ребят вашего возраста в округе. Вы будете с ними баскетболом, и я буду там для того, чтобы проповедовать. Давайте используем то, что у вас есть для его славы. Вот эту я имел речь. То есть, да, доярка может доить, и даже очень хорошо сдоить корову, но это еще не говорит, что она для славы Божьей трудится. Но я думаю, что в чем здесь важно. Я подумал, я знаю, я так думаю, поделюсь вам секретом, я молюсь об этом. Я думаю, что мой младший сын когда-то будет проповедником, когда-то он станет пастором. Я думаю. По крайней мере, я не хочу на него заставить его, но я думаю. Я смотрю сейчас, мне не нужно его переделывать. Мне нужно помочь ему всю эту баскетбольную тему поставить на рельсы Евангелия. Вы знаете, это стало занимать мои отношения с ним. И, во-первых, начали строиться ближе отношения. Я помогаю ему каким образом. И начинаю даже изучать все эти термины в баскетболе, чтобы вместе с ним иметь контакт, для того, чтобы он использовал эту терминологию, для того, чтобы рассказать Евангелие. Я хочу коснуться просто мотивации этого вопроса. В твоем вопросе. Вот нельзя быть немножко беременным. И нельзя быть Христом плененным и о нем молчать. Очень часто люди спрыгивают, или, бывает, люди устают, перегорают, конечно. Но очень важно, чтобы мы в нашей мотивации пропаде Евангелия и совмещении работы и служения, или церковной жизни, мы были внутри мотивированы в реальности Евангелием, а не чувством вины. Потому что, если моя душа насыщена Христом, она, естественно, будет плодносить. Если я сам переживаю Христа, Его любовь, понимаю Его отношение к людям, я хочу, я буду искать максимально пути, как это делать и на работе, и вне работы. Я буду искать время. Но если я этого не делаю, то, скорее всего, если у меня чувство вины является таким, как дамоклов меч, на своей висит, я просто буду на заработках. Я буду делать церковные дела, но под напрягом, потому что надо. Как-то вот, Боже, ну ты же една, ты умер за меня, нужно как-то вот... Ну и грим отработать, но так это мысль внутри. Мне нравится, здорово, по-моему, если не ошибаюсь, Дэвид Плац, он здорово призывал людей к Евангелию, можно и мотивировать. Едьте, едьте, едьте. И люди едут, рвутся куда-то, в сужение впрягаются. Будьте посвящены Богу. Но если у них внутри нет от Христа радости, натворенности, счастья и полноты, они просто перегорают. Они сгорают и просто высыхают, как это дерево на голову Иона, потому что червяк закончится, подъел внутри. Но если они реальности действительно живут самим Христом, они ищут всякий путь. Это люди, которые не пассивны. И те, кто пьет сок лозы, у них просто... Они даже как-то не замечают, как у них щеки отдуваются от гроздей. Они просто живут и хотят, чтобы как бы друг говорит, меня прет, я не могу говорить, они будут молчать, а он будет говорить везде. Потому что у него есть внутри какая-то сцепка с личностью, из него исходит жизнь, ты ее не можешь восстановить. Хорошо. Теперь вот такой вопрос. Сегодня Александр говорил о клее, быть в церкви клеем. Вот вопрос, как быть клеем, примерно вот такой, что если есть человек, у него, предположим, нет особых даров, особых способностей, талантов, и он себя не видит ни в одном из уже существующих служений в церкви. Нехарист, там еще, еще, еще. Как можно практически помочь такому человеку? Как ему может, как ему стать вот этим клеем в церкви и найти свою роль в созидании поместной церкви? Я каждый год раз в церкви проповедую биографическую проповедь на День Реформации. Каждый год выбираю одну личность, вот читаю много книг и биографии по поводу этой личности, и потом раз в год День Реформации проповедую, вот уже 5-6 лет последний, скажем так. В этом году я проповедовал на жизни спеш. Вот изучал его жизнь, много читал биографии, его трудов, очень интересно, я так, под впечатлением большим. Вот спросил там о служении, о клее, мне как-то запомнилась вот одна интересная деталь из его биографии. Кстати, здесь в магазине есть классная книжка. Жизнь для славы Божьей, да? Все для славы Божьей. Шикарная книга. Если вы не прочитали, вы уже полжизни потеряли, обязательно возьмите прочитать ее. На мой взгляд, это лучшая книга. Вот о биографии, это автобиография, он сам описывает. Так вот, он описывает, как он рос, как он жил. И вот интересный момент из его биографии. Он описывает, что самые лучшие уроки, богословие, которые ему преподали, ему преподала кухарка в той школе, в которой он ходил, работал. Была женщина, которая работала на кухне, которая делала там на кухне, ну, не знаю, там котлеты, что он и все. И были молодые ребята. И вот она просто рассказывала им то, как она могла. И вот спеша написывает, она говорит, что вот эта женщина для меня сделала больше, чем 10 докторов богословия, скажем, того качества, которые сегодня существуют. Она говорит, мы с ней очень просто говорили о любви к Божьему Слову, о любви, о сохранности святых, о Господе, о предназначении на земле. И он говорит, она просто вот зарядила мне для этого. И вот для меня такой интересный такой момент был. Ну, знаете, спержен он, одаренный Бога человек был, и он не заканчивал семинарии нигде. Но вот Бог таким интересным образом использовал. Смотрите, женщина, которая, в общем, не проповедник, которая в церкви несет никакой должности, которая работает и готовит пищу. Но вот все равно, знаете, в любой ситуации, в которой мы живем, есть возможность что-то сделать. Вот я нахожусь в этой ситуации, Господи, что я могу сделать для Тебя? Как я могу для Твоего Царства послужить? Я варю есть в школе. Что я могу сделать? Я могу вот таким образом. И для меня как-то вот очень впечатливо, очень впечатливо. К примеру, когда я смотрю на свою жизнь, в моей жизни был один человек, я очень благодарен Богу за него. Я ходил в обычную большую баптистскую церковь, мне было там примерно там 16 лет, 15 лет, приходишь там, там у нас во дворе яблоня росла, и там яблоки были очень вкусные, то мы ждем, пока все уйдут, пойдем полезем на яблоки, яблок там наворуем там или у соседей там и все. Ну, в общем, так, знаете, подросток жил своими мыслями, своими делами. Но он был один человек в церкви, он не был женат. Да, ему было уже, не знаю, там 50 лет, он не был женат, он так как-то жизнь его так сложилась, все. Ну, что он сделал? Он не был особым проповедником, он не был великим человеком, как-то, да. Он собрал нас пацанов. Вот нас было там 5-4 человека там, собрал там сестер, которые там, ну, девушек, которые были, и он начал с нами заниматься, начал говорить о жизни своей, рассказывал, как он читает Библию, как он молится, как он все. И этот человек, когда там нам собрал их и сказал, ребята, лучшее, как вы можете потратить всю свою жизнь, посвятите всю ее Богу с самого начала. Вот нас было там несколько братьев, там четверо, ну, трое, потом осталось, все три уехали и начали служить Богу. Вот интересно, человек, да, казалось бы, человек, ну, не особо там при служениях, но вот в каждой ситуации ты можешь это сделать. Вот он сделал это так. Поэтому, я думаю, что каждый может, да, не нужно смотреть на то, чего бы я нет. Или если бы у меня, если бы я проповедовал там, как Алексей Алексеевич, или Спержин, вот тогда бы я. Да, нам не нужно смотреть на то, чего у нас нет. Нам нужно посмотреть на то, что у меня есть. И все, что у меня есть, это то, что дал мне Бог. И материальные, и способности, и что я умею. И я этим могу служить церкви, я этим могу созидать церковь. Я могу клеить церковь, как сказал Саша. Ну вот, несколько слов. Спасибо. Если можно, я хотел бы добавить к этому вопросу несколько таких оценок. Я думаю, что вопрос о даровании это вторичный вопрос. В последовательности звеньев вообще христианской жизни, идентичности и так далее, веры, личной веры. Вопрос о даровании очень важный вопрос, и к нему нужно прийти, но не сразу. И если человек задает этот вопрос, и говорит, вот я такой, 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 это сразу хорошая возможность для хорошего ученичества или ментерства узнать, кто для него Христос, где прячется его идентичность. Почему? если я скажу, а, у тебя дар дьякона, а, ты хороший проповедник, а, ты хороший музыкант, давай, вперед, на сцену. Здесь мы делаем большую ошибку. Человек тогда пойдет впереди Христа, или его дарование пойдет впереди Христа. И однажды я одному музыканту задал вопрос, он рассказывал мне о своей дочери, говорит, она тоже очень хороший музыкант, я ему задал вопрос, скажи, она христианка? Он говорит, да. Я говорю, а кто идет, что раньше, Христос или музыка? Потому что, если музыка, а потом Христос, тогда на эту музыку можно налепить Христа справа, слева, сверху, но если Христос впереди, тогда жизнь будет творческая, тогда жизнь будет музыка, тогда жизнь будет песня. И я думаю, что очень важный момент здесь, и я думаю, что в этом пастырская работа и проницательность у этого человека, есть определенный поиск внутри. И это хорошо, если он хочет быть полезным в церкви. Но в первую очередь, если он не поймет своей идентичности во Христе, если Христос ничего не изменил в его жизни, он не сможет это сказать своей жене. Он об этом не будет говорить своим детям. Ему нечего делать здесь на сцене. Ему нечего делать что-то там в огороде и так далее ради Христа. Потому что он Христа, то еще не вкусил. Я думаю, вот почему первичность и вторичность вопроса в этой цепи крайне важна. Спасибо. Вопрос еще раз. Вопрос, как человеку, у которого нету особых талантов или способностей или дарований, и он не видит себя реализованным, скажем там, ни в одном из существующих уже служений в церкви, как он мог бы участвовать в созидании церкви? Против, все ли тело, языки, связки и гланды? Вот все ли тело Христово этот язык, связки голосовые и гланды? Конечно, нет. Есть уши, есть руки, есть ноги. Мы почему-то как-то смотрим очень узко, думая о теле Христово, не понимая, что так Бог тело соразмерил, что каждого есть свое влияние определенное. и интересно, что на сцене Божьей видны будут не те люди, которых часто все замечают, а те, которые часто в тени. У нас страцеркви, она просто приходит в церковь и подливает домашние растения, вот все, что там зеленое и растет, она приходит тихо, не говорит, даже, может, многие не замечают этого служения, я смотрю, прихожу в церковь, смотрю, она пришла там, там подливает, она не просто любит растения, она Христа любит. Вот ее мотив, который движет к этим вещам. Они подходят ко мне, говорят, слушай, пастор, ты прости, я так хочу проповедить, я так хочу проповедовать, я смотрю на него, говорю, дружище, тебе точно это надо. Он пошел в одну семью, в которой у жены не было мужа, взял, там, скажем, семья, двое детей, и он взял на улице туалет, не было в туалет, в туалете, в доме помещения, пошел, простите, взял ведро, залез в их туалет, такой уличный, если не ошибаюсь, 300 ведер вынес. И он мне говорит, почему я не проповедую? Я говорю, дружище, выдохни. И все, что ты делаешь, то, что, скажем, оно сильнее, на меня сильнее влияло, чем любая проповедь. Когда наша сестра сказала, что хочет отдать свою почку мужу, это была лучшая проповедь за последних параллель. для меня. Меня это очень смирило. Скажу, что вот такие шаги любви, когда люди, даже, мы вчера, говорил брату, брата, или позавчера, вчера мы были с братом Петром, Александром, на рыбалке, и они нам просто дали возможность отдохнуть. Ну, интересно, мы, кстати, ловили рыбу, ну, ладно, мы меньше, он у нас благословил. И вот сегодня люди приходят и говорят, не согреши, спасибо вам за рыбу, которую мы вчера стоили, нам ее, нам ее братья привезли. Они незаметно взяли эту рыбу, людям поразвозили, послужили и отдали. Я вот думаю, что это? Разве это не Божья благодать? Они просто принесли, отдали, послужили, передали. И думаю, вот так вот тело функционирует. Вы знаете, каждое наше выражение любви, Слава Иисусу говорит просто, кто чашу подал, вот праздника напоил, а если еще добавили сахара и чая, то мы утроили вашу награду. Каждый элемент любви моей к церкви, практически шаг любви, который я делаю, это мое служение. И заметьте, настоящие святые, они не считают того, что они сделали. Иисус говорит, вы меня напоили, вы меня посетили. Мы? Когда? Это просто естественный продолжение твоей жизни со Христом. Ты просто живешь и делаешь то, что ты не можешь не делать. Ты чувствуешь вкус, ты просто видишь, о, нужда, я пошел сделал. И думаешь, какой ты мне дар, дар из положения. Ты просто живешь естественно тем, что ты, знаешь, любишь его, любишь людей, и ты им служишь. Вот это твое, и то служение цельное, которое ты делаешь. Я думаю, вот то, что Виталий сказал, это сердцевина. Если мотивация жить для Христа, и дальше ищи возможности, используй их. Что может рука твоя по силам делать, делать. Хорошо. Тогда такой вот вопрос. Есть хорошая, предположим, поместная церковь, есть дары, которые Бог дал этой церкви в виде служителей. Звучит слово, глубокое все. А проявление христианской жизни, христовой жизни, далеко не у всех. Вот где сбой? То есть вроде бы все условия есть для проявления этой христовой жизни. Где наступает сбой? Почему далеко не у всех? Вот так, где сбой братья скажут? Я скажу, где надежда. Хорошо. Потому что я убежден, что каждый проповедник, Алексей, Виталий, все братья, когда проповедуем, ты готовишь кучу часов, на проповеду, тратишь, ты жидаешь, что это будет, и люди послушают, и бац, все стали послушать. Они послушали, не такая шутка, не такая фраза, то, сделай неправильно. Я вот думаю, что по столбам переживать? Ты тоже писал свои послания, Иоанн. Они надеялись, что их послание людей изменит. Они это пишут, помните, первое, второе, они ничего не понимают. Люди говорят, да, 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 делают свое дело. Иногда опускаются руки из этого. Ты хочешь как бы, ну, хочешь помочь людям, ты стараешься, чтобы действительно слово повлияло, а не всегда, ну, далеко не всегда достигает. Вот в чем надежда моя как проповедника, я у Павла и Иоанна скопировал. Они говорят, пишут свои послания, братья, поступайте так, делайте так, вот что Господь совершил, вот что он сделал, поступайте, делайте так, так вот верьте, так вот носитесь, так реагируйте. А вот он говорит, сам же Бог, да, святит, да благословит. Вот это вот упование на Божью благодать, ты понимаешь, Господи, я просто надеюсь на Твое милость, я просто верю, что то, где я бессильный, куда не пробили мои слова, куда не долетел эфир вот сказанных слов, твой Дух Божий применит, наступает время, и Божия благодать делает то, что сделать мне силой. Вот это надежда, которая меня мотивирует. Ну, а причины братья расскажут. Я за спержем заговорил, слушал тебя. Интересная деталь, я изучал его жизнь, он много проповедовал, там тысячи проповедей, собранные у него, и если вы знаете, вот они построили в Лондоне большое здание церкви, метроповитен Табрнак. Вот интересно, у них такая сцена была из двух платформ. Вот на одной платформе сидели, они сидели до собрания, ну, на собрании, в начале собрания, пока пели, и затем спержен поднимался на более высокую платформу, откуда он проповедовал. Да, там у него стоял стул, стол, кстати, он терпеть не мог кафедры, он не любил их, да, он проповедовал так, и там было 15 ступеней, которые поднимали на эту платформу. И вот интересно, я читал, что спержен описывал о своей жизни, он говорит, что вот выходя на кафедру, я, говорит, понимал, что вот, ну, я буду проповедовать слово, это слово будет звучать, там, его печатали в разных газетах, и все, я понимал, что, ну, это широко распространится дальше, но вместе с тем, он понимал свою зависимость, что если Бог не употребит всего этого, то это все мимо пройдет, он не сможет ничего сказать. И вот 15 ступеней было, поднимаясь на каждую ступень, он говорил, я верю в Духа Святого, я верю в Духа Святого, я верю в Духа Святого, я поднимался вчера у вас, вот поменьше у вас, не настолько духовная сцена у вас, да, да, я вчера поднимался и говорил эти слова. Святая Троица там есть? Да, да, но я просто продолжаю мысль о том, что мы понимаем, что нам нужно это делать, нам нужно говорить, нам нужно, есть все средства благодати, как называли их Пуритане, которые дал им Господь, проповедовать слово, молитвы, общение с верующими, и вместе с тем, во всем этом уповании, что Дух Святой возьмет это и применит. Знаете, вот, наверное, одно из разочарований, которое у меня есть за последние, вот, несколько, не знаю, лет, последние годы, мне раньше казалось, что вот, если взять, проблема многих церквей в том, что на кафедре нет правильной доктрины, и это действительно огромная проблема многих церквей, и без правильной доктрине говорить о духовном росте не приходится, в общем-то, ну, или он будет заторможен, скажем так, да, но я обнаруживаю сегодня, что правильная доктрина на кафедре не всегда равно благочестивая жизнь тех, кто ее слушает, проповедь, даже говоря правильной вещи, ты видишь, что есть много людей, которые продолжают жить своим, ну, это очень сложно, здесь мы опять же, нам нужно делать все, что делать, ну, и молиться, и зависеть от Бога, чтобы Бог, Духа Святым, ну, пробил вот это, чтобы человек действительно понял, мы безмерно зависимы, ну, это так, поддерживая Саша. Я несколько слов добавлю только к тому, что Андрей говорит, я вспоминаю Сашину проповедь в среду, и там одна фраза меня особенно, в принципе, она близка к тому, что ты сейчас только сказал, это ожидать сверхъестественного, вот, в принципе, проповедь, духовная жизнь, это сверхъестественное явление, это человеческими аргументами, какими бы они сильными ни были, не достигнешь, это не достигается, это просто совершенно явление другой категории, и здесь множество факторов, ты сказал, что не работает, здесь может быть огромное количество факторов, конечно же, мы отвечаем за состояние своего сердца, за свою мотивацию, за то, насколько я вижу Господа действующим, а не свои слова, а все остальное уже вне нашего контроля, Бог призывает Исаию и говорит, ты пойдешь и будешь говорить, и Он говорит, сколько, ну, в общем, до конца, пока этот предел Божий будет положен, но они слушать не будут, здесь очень трудно измерять, или возьми Джонатан Эдвардс, интереснейшая судьба, интереснейшая вообще история, вот если изучаешь историю проповедничества, и у него 23 года служения в церкви, всего, значит, в начале, в каком-то периоде у него два раза по два года пробуждения, пробуждения такие, что вся округа гудит, гудит в хорошем смысле этого слова, вот когда он написал эти религиозные чувства, да, вот, то есть он описывал, он видел все это, он видел, как масса людей шли, потом затихло, 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 и через несколько лет опять на два года, вот у него было два пробуждения, но через 23 года его выгнали из церкви, церковь voted him out, по причине там, он перестал, вернее, он поставил вопрос, чтобы не допускать тех, кто живет нехристианской, там же все были крещеные, вот, те, кто живет нехристианской жизнью, не допускать их к вечере, а все привыкли, что это нормально, вот, и проголосовали, так что всего лишь несколько человек за, а все 200 с чем-то человек проголосовали, против, вот, вот тот же самый человек, величайший ум Америки, ну, один из, наверное, самых известных христиан, вот, с точки зрения его, и он же сразу после этого, он поехал, помнишь, проповедовать индейцам, и потом его оттуда зовут в Принстон президентом, то есть этот человек, ты понимаешь, какого калибра, и вот его выгнали из церкви, то есть здесь очень сложно, я думаю, говоря о причинах, люди часто слушают себя, а не проповедника, мы делали лагерь, помню, христианский, для неверующих преподавателей, учителей, дикторов школ, и это был лагерь, меня пригласили, и там было, три стресса с нашей церкви, я пять дней разжевывал в Англии, плохую весть объяснил, искупление объяснил, сегодня воскресенье, наши ответственности, и потом подходят к концу пяти дней, они тройка, они подходят, пасты, почему ты об этом нашей церкви не говоришь? Я говорю, где вы были все эти годы? И вы знаете, я удивляюсь, что люди, слушая проповедника часто, разные проповедников, одна из первых причин, которую мы не слышим, мы действительно больше слушаем себя, свое толкование, свой опыт, мы преломляем слышимое через призму своих субъективных впечатлений, отсюда вытекает вторая проблема, мы слушаем проповедников через служителей, через призму субъективных претензий к ним, или недовольства, мы по-людски оцениваем многие вещи, мы иногда смотря на людей, перестаем слышать Бога, мы к личностям прилепляемся, или наоборот отлепляемся, кто-то там приятен или неприятен, мы слишком сильно человекоцентричны в своем слушании, в своем слушании, забывая, что даже ослица волавы могла слова Божьи говорить. Мы должны понимать, что есть Бог, который невидимая сторона церкви, где Дух Святой говорит. Вот уметь услышать Его тоже очень непросто. Это очень важный аспект, чтобы мы не по-человечески смотрели и слушали проповедь. Очень важный момент. Безусловно, греховность блокирует нашу услышанность. Если мы внутри имеем свои любовницы, то как бы нам истинно не звучало, мы сердцем тянемся к тому, что душа дорога. Ты слышишь о небесах, а внутри ключа тай. Рома, я думаю, что мы не забыли вопрос, но вот прочитай еще раз. Да. Вопрос такой, вопрос такой, что даже при наличии здравой церкви и глубокого слова и хороших служителей проявление Христовой жизни неравномерное, так скажем, то есть действие одно, а выхлоп разный. Почему? Где сбой? Да. К тому всему, что уже было, вот сказали и Саша, и Андрей, и Алексей Алексеевич, я думаю, что очень важный момент еще помимо всех факторов, которые были названы, очень важный момент в семье, я беру опять семейный контекст, и помню однажды после нашего семейного такого времени мы помолились, я кое о чем сказал, и ко мне приходит один из моих детей и говорит, пап, то, о чем ты сегодня говорил, это моя проблема, мы можем с тобой один на один поговорить. Я это увидел, это в семье важно, это нужно перенести на церковь, здесь правильно нужно нам, чтобы звучало доктринальная ясность Евангелия, это нужно, без этого невозможно, без этого не создается прецедент для один на один. Я думаю, что в каждой церкви, большая она или маленькая, пасторы, пасторы хотят и работают над тем, чтобы организовать определенную, не просто систему, которая работает на все века, а посмотреть, каким образом то, что прозвучало здесь, или подобным образом, чтобы оно, этот сигнал не потерял силу не только вот в душе одного человека, но через все остальные служения. И в частности, это один на один. Я вот буквально месяц назад я пережил огромное удовольствие, братья, скажу вот от чего. Я видел здесь в церкви одну пару, она очень близка мне, но я видел, я так ощущал это, что у них в жизни не все все получается, и они прямо не говорили, но я удивился, вот тогда, я думаю, это Бог просто дал такой сигнал, инициирую. Я инициирую, и мы с одним из этих, с одной из сторон, в данном случае это муж был, мы с ним решили пройтись. Я сам, я не ходил, но пойдем пройдемся. я вот иду с ним, мы прошли где-то часа два, я вам честно скажу, я сколько мог говорил, сколько мог спрашивал, сколько мог слушал, и я, когда мы закончили этот весь наш разговор, мы разъехались, я, я чисто по-чилоски измеряю, думаю, что-то было неэффективно, можно было этого не говорить, там надо бы добавить вот это, я так подумал, Господь, ты возьми это все, что-то сделать с ним, сделай с ним. Я пережил буквально через, ну, через два-три дня мне звонит жена, его жена, говорит, слушай, я пришла сегодня с работы, не понимаю, что с мужем происходит, он весь рыдает, покаяние, просит прощения, я говорю, я, ну, я говорю, слава Богу, я сам не, все равно по-человечески не думаю, что это сработало так быстро, думаю, надо подождать еще, потом меня не было уже здесь, неделю, пишу им, как вы там, дорогие, как вот все, он говорит, Христос на троне, Христос в центре, все поменялось, я приезжаю, с ними встречаюсь, у меня слезы радости на глазах, потому что я вижу, эта семья, буквально небольшое прикосновение, один на один, с тем, что происходит, с человеком, что происходит в семье, я знаю, что у каждого из вас это было, но оно должно повторяться и чаще, и не заканчиваться на кафедре, то есть, другими словами, это личное ученичество, наставничество, которое всегда происходит в контексте отношений. Я живу в среду, у нас очень плохая земля, нужно постоянно поливать, чтобы оно вырастало, и жена меня допросит, она сама ставит такую поливку, которая так поливает, в общем, иногда я просто шлагом поливаю, то есть и дело, я не сильно землю люблю, потому как бы, но поливаем так, чтобы оно вырастало, ну, честно, у нас не очень хороший урожай. В Израиле под каждое дерево подведена капельница, она постепенно капает, капает под каждое дерево, и если вы замечали, в этой пустыне там сад, они сделали из пустыни рай. Церковная проповедь, хотим мы не хотим, во многом это полите из бронзбойта большого, прямо с кафедры на людей, ты не знаешь, попала куда-то вода, не попала куда-то вода, где-то она залетела, где-то мимо прошла, просто обтекла по траве, там, или, скажем, клонилась в сторону. Но вот интересно, что пример Христа очень сильный, он умел говорить людям ясно, Евангелие на горе, на горной проповеди, он мог говорить в синагогах ясные проповеди, ученики запомнили все проповеди, они были очень острые, яркие, на примерах, на таких аналогиях близких, но заметьте, он берет 12, берет троих, и с ним проводят время. Я убедился как пастор, что если говорить даже о перемене церкви, она начинается не просто с кафедры, она начинается с глубокого влияния на жизнь людей. Мы сейчас около года, наверное, может меньше, немножко начали в церкви до группы, я две группы до веду, это мы встречаемся, по три брата, встречаемся в одной четыре, в другой три брата, и мы по душам глубоко, серьезно четыре вещи разбираем. Ваши отношения с Богом, отношения с женой с детьми, ваша целостность, чистота вашего умения хранить себя сексуальной чистоты, финансово, власти, амбиции, гнева, и четвертое, ваше проповедь неверующим людям. И вот эти четыре сферы, мы собираемся, у нас раз в неделю, на два часа всего, мы глубоко с братьями говорим. Я точно знаю, что в христианстве есть большой дефицит мужской дружбы. Вот хоть, что ни рассказывать, это большой дефицит. Наши отношения часто обходительные, мы как-то больше на расстоянии удерживаем. И отсюда не хватает братьям глубокого разговора. Но я вот смотрю, эти братья, с кем я общаюсь, сейчас уже они с своей группой начали. Я вижу, что я могу говорить с кафедрой поливать, давайте будем проповедовать, давайте будем благовествовать. Но когда мы делимся глубоко, они говорят, у меня не получилось, я побоялся, или у меня наоборот получилось, я это сказал. Они делятся, я смотрю, у них формируется, у них формируется навык. По этой причине, кроме общего полива кафедрального нашего, обязательно мы должны развивать то, что мы упускаем как церковь. Это общение, где мы глубоко вникаем в чью-то жизнь, где мы глубоко подотчетны, где мы в таком разговоре освобождаемся от разных грехов. И братья освобождают, или наоборот, мы натягиваем их мышцу, к примеру, с женой общаться. Мы спрашиваем, как это отношение с женой? Ты общался с ней? Ты говорил с вами Творой? Ты интересуешься их духовной жизнью? Эти вопросы с каждой прямо не задашь. Мы в этом узком, таком глубоком, капельном, точечном влиянии они автоматически будут влиять на свою семью и на других людей. По этой причине нам нужно беспокоиться о хорошей кафедре, нужно думать о том, чтобы мы группу домашней развивали. Но если мы не делаем этого точечного влияния, мы не сможем усилить влияние Духа Божьего и Христа через нас. Это необходимый элемент глубокого, братского, дружеского, настоящего, сердечного влияния, где мы чувствуем сердце друг друга, где мы настоящие, где мы готовы раздеться. Этого в зале трудно сделать, но такой разговор имеет эффект. Он имеет хорошее влияние. Это способ, Христов способ передачи характера, отношения, доверия и веры. Между прочим, Саша слушал, Виталика, я думаю, что в большой мере это ответ на вопрос относительно даров, в том числе, дарования. Вот многие задачи, а какой же дар, чем я могу служить. Но мы все умеем говорить, ну почти все, по крайней мере, кроме немых, вот мы умеем говорить, Бог дал нам этот дар, и мы говорим о разных вещах, о разных. Мы говорим чаще всего о том, что мы очень любим. когда ты молодого парня спросил, какая твоя любимая футбольная команда, он говорит, Манчестер Юнайтед, я задал ему вопрос, а сколько времени надо, чтобы ты рассказал все, что хочешь рассказать об этой команде? Он так задумался, говорит, ну часа два-три, я говорю, а сколько тебе надо на то, чтобы Евангелием делиться? Он молчит, я говорю, секунд 30 хватит, он говорит, ну, вот говорю, вот это надо сбалансировать. Понимаете, вот захваченность благой вестью, она приводит к тому, что мы будем благой вестью делиться, и утвержденные в Евангелии, утвержденные в вере будут готовы говорить часами об этом. И вот эта возможность Евангелия, это возможность там, где мы находимся, делиться им, наставлять, укреплять в вере, свидетельствовать, верующие друг друга ободрять могут Евангелием, благою вестью. И здесь даже не вопрос здорового, потому что о любимых вещах мы все говорим. Вот важная, любимая вещь. На фоне этого и будет видно, как проявляются дарования. Как проявляются дарования. И кому-то будет великим благом и великим счастьем всю жизнь наставлять кого-то один на один и видеть этот плод, и это будет радостный плод. Некоторых Господь ставит на кафедру. Но в общем это блаженство такое проповедовать вот так один на один и это точечно, оно как-то даже выглядит более эффективно, более быстрее видно, как оно достигает цели. И я, к сожалению, вот одно из моих больших сожалений, что я на старость лет начинаю это понимать, я этому учусь. Я наставлял людей, но спонтанно. вот это слабая неразвитая мышца в церквах, вот этой работы один на один, куда должны быть вовлечены многие-многие люди и братья и сестры. Мы последние годы начали в своей церкви, немножко только учимся, но признаю, что у сестер лучше получается почему-то, чем у братьев. У них уже ученики есть, а у учеников ученики свои есть и как-то быстрее продвигаются. Как-то нам дольше дается это, труднее, но это вот та мышца, которую церкви нужно развить, и тогда, я так верю, мы будем больше радоваться таким моментам, когда будем праздновать какие-то пусни большие, когда больше пробуждения, когда мы будем видеть плод. Тело растет, когда действует вся церковь, в меру действия каждого члена. Вот вот эта цель, как церковь, должна была бы функционировать и свидетельствовать один на один о Христе, делиться Евангелиями, утверждать в Евангелии верующих друг друга, молодых верующих, вот это то поле, где мы можем все найти применение. Последний вопрос, у нас время убегает. Поделитесь, чем Бог, может быть, одним ценным уроком, что Бог делает в вашем сердце как служителей, как пасторов церкви. Вот прошел этот 20-й год, который был нелегким для вообще всей планеты, скажем так, для церквей тоже, в 21-й, тоже, по-моему, не сахар. То в целом, вот Бог, проводя вас как служителей, созидающих церковь, какой урок ценный, который он вам преподал, который вы могли бы поделиться со всеми нами. И больше вопросов не будет. Самый большой урок, что микрофон не работает. Самый большой урок, что микрофон перестал работать. Самый большой урок, чему Бог научил за прошлый год и продолжает учить. Наверное, это очень яркое понимание зависимости от него или более яркое понимание зависимости от него. В принципе, я всю жизнь, я всю жизнь этим занимался. Я эти уроки всегда получал в разных ситуациях. Но вот этот год открыл мне, что, оказывается, если посмотреть то, чему еще нужно научиться и то, чему Бог у меня уже научил, то, чему нужно научиться еще намного больше. В разных ситуациях пандемия, смерть отца, авария, события здесь, церкви у нас разные. И все это личный мой разговор с Богом. Это то, где Бог мне открывается таким, каким я его не знал, в той степени, в которой я его не испытывал. Ну, я говорил немножко о проповеди вчера. Основной урок последний год — любить людей ради Христа. Тяжелый последние полгода, год в жизни тоже был разный событий в моей жизни и в жизни церкви. Есть разные периоды, есть такие романтические периоды, хорошие периоды, есть непростые периоды, разные периоды проходишь. И тяжело любить людей. Вот то, о чем я говорил, ты больше узнаешь, больше соприкасаешься, люди тебя больше узнаешь, ты их больше узнаешь, людей, и ты видишь больше и больше греховности, вот, и свою греховность, и греховность других людей. И некоторых людей не хочется любить, и хочется разойтись с ними или убежать от некоторых людей, или чтобы они убежали. Да, но вместе с тем, ты общаешься с тем человеком, и ты понимаешь, что ты видишь, что его Христос принял. Праведность Сына Ему вменена, он все равно, он Христов. И ты понимаешь, что ты точно такой. Да, ты тоже помилован, по милости Божией принял тебя. И вот ты понимаешь, я должен любить его ради Иисуса Христа. Он меня любит, он меня принял. И вот я должен любить его. И я понял, что вот, если не ради Христа, то нет ради чего. Но если ради Христа, то ты можешь любить многих людей. Такими, кем они есть. И вмещать, и терпеть, и вести, и вот любить, любить, помогать, помогать этим людям. Но и где-то я не знаю, вот вроде это ясное, истинное, я где-то сам спрашиваю себя, подожди, а как у тебя было до этого? Вроде же я Христе, вроде тоже со словами о Христе, вроде ты тоже их любишь. И замечаю, что ты часто в жизни любил такой мирской любовью. Помните, как Христос говорит, что толку с того, что вы любите тех, кто любит вас, кого легко любить. А вот когда ты пережил Евангелие, и ты переживаешь его каждый день, эту любовь к себе, и вот являть другим, эту любовь другим, даже если они не заслуживают этого по-человечески, ради Христа. Вот, наверное, вот этот урок, который последний год меня учит Бог. И чем больше ты его любишь, тем больше ты способен их вмещать. Я думаю, что Алексей с Андреем скопировали мои переживания. Они просто подслушали, что я думал. И одно еще, что выделить. Вы знаете, я думаю, что одно из благословений, которые я переживаю, огромная радость для меня в жизни, это его урок в том, что моя сила в слабости, настоящая сила моей души и жизни не в том, когда я на коне или конь на плече. Нет. Моя сила в том, что я слаб, а он целен. Простая, простая истина о том, что он работает в разбитом сердце. И мне не нужно быть Чапаевым или Будённым. Мне нужно просто быть независимым. Мне нужно быть нуждающимся. И когда я нуждающийся, тогда я счастливый сам. Один из уроков это то, о чём я говорил, вот именно о том, что упущенная возможность научиться самому и учить людей, учить братьев и церковь расти вот в этом личном служении один на один. Ну, что хочу сказать, где-то повторюсь, тоже не буду оригинальным. Раньше этот процесс начался, что я начал понимать, что действительно я как язычник люблю любящих. вот. Вот. Но, в общем-то, сейчас вот я не только учусь это замечать в себе и вот такие ситуации отлавливать. Я учусь идти на встречу, когда вот как раз есть проблема. Вот этого я никогда не делал или всегда избегал, вот скажем, мне нужна пауза, иногда длительная, иногда хорошо, чтобы вообще пронесло, вот, и не разговаривать вот с этим нехорошим человеком. Вот. А вот во время вот этой какой-то временной даже какой-то обидки или чего-то такого, а вот то, чему сознательно потихоньку маленькими шажками учусь это именно в тот момент пытаться идти навстречу. То ли говорить, то ли еще как-то действовать. Это такой личностный, наверное, очень важный урок. Спасибо. Я понял немножко больше, или Бог дал мне понять, что фраза, которую Христос сказал, я есть истинная лоза, это не одно событие, это процесс моей жизни. И однажды, ну это недавно, но по-новому обнаружил, что у этой фразы есть очень интересное вот наблюдение. Христос говорит, во-первых, я. Никто другой, ничто другое, я. Я есть, то есть я не только был или я буду, я есть, то есть это то, что тебе нужно сегодня. Я есть истинная лоза. И когда я подумал об истине, я обычно эту фразу читал раньше, и я как-то слово истинное, оно проваливалось у меня. А вот за последних, наверное, несколько месяцев я увидел, что эта вот фраза, она меня и обличила, исцелять начала. в каком смысле, что у нас, у ветвей есть тенденция где-то прививаться к сухой лозе. У истинной лозы есть очень много заменителей. И сердцу нужна истинная лоза. Нужны соки Христовой жизни. Дело в том, что я просто опять для меня это ключевой вопрос. Это легко говорить. Я это мучусь. Особенно больно, когда ты осознаешь, что подожди, то привился и присосался к той лозе, которая не даст тебе жизни, она тебя будет лупить. И это очень большое и ценный урок маленький, но большой для меня. Христов говорит, Виталий, я твоя истинная лоза, соки жизни у меня, питание у меня, смысл у меня, все, что тебе нужно у меня, иди ко мне. Дальше он пишет, прибудь во мне, прибудь во мне. Я просто увидел ценность даже церкви в том, что ты приходишь туда, чтобы услышать это по-новому, что есть лоза, у которой есть много заменителей и братья, сестры, мы все должны быть очень внимательны, чтобы этой лозой не стал я, чтобы этой лозой не стало служение, лозой не стало даже церковь, Христос говорит, я истинная лоза. И когда вы начинаете переживать это, открывается другой мир. Дело в том, что когда ты питаешься настоящими соками, ты можешь любить, и ты можешь простить, и ты можешь каяться, ты можешь выворачиваться в свое сердце наизнанку и не бояться, что тебя осуществят. Ты можешь быть таким, каким ты есть. Ты можешь быть самим собой, только в нем. И я этим так начал дорожить, братья, сестры, я этим так начал дорожить. Это самое ценное, быть на лозе, на истинной лозе, чтобы твое сердце действительно не теоретически, но реально, это опять-таки то сверхъестественное, сверхъестественное, что дает дух. Дело в том, что он хочет это делать. Вот когда эта жажда появляется, я вижу, что наверное, ты не только, ты не сможешь сидеть, ты хочешь тебе говорить, жене говоришь, детям говоришь, приходят люди, говоришь, не приходят люди, ну не говоришь, себе говоришь, тебе мало колышет, потому что ты на лозе. И вот это, я думаю, это и смысл церкви, и нашего служения, и проповедь, я один на один, это мой большой урок. Потому что если я не на лозе, я с жены начну соки выжимать, с братьев начну соки выжимать, с друзей соки выжимать, потом ты понимаешь, что никто тебе не может заменить лозы. Прибудьте во мне. Спасибо. Дорогие друзья, наша сессия вот 3.59, мы прям по баптистскому расписанию. Если ответ на ваш вопрос не прозвучал, вы можете подойти, я думаю, после к братьям и продолжить свою личную один на один. Вот Тарас Николаевич говорил, что он учится один на один общаться с людьми. Братья, большое вам спасибо. Я думаю, ваши ответы были благословением для всех нас.